Когда недавно произошло событие в моей жизни, буквально 3-4 месяца назад, из моей жизни уходил близкий человек. Ну, то есть он уходил, оставлял тело. Никакого стресса. То есть я точно знал, что мне делать каждую секунду. То есть молитва, память о Боге, провожание, любовь, сила внутри, в сердце. И спокойствие, способность побеждать судьбу. Я не почувствовал расставания никакого, потому что расставание означает, человек попадает в отчаяние, он становится как зомби. Он не может помнить о человеке. Но когда ты молишься, помогаешь ему, видишь, что светлая дорога в результате молитвы ему обеспечена в жизни, ты никогда не почувствуешь разлуку, никогда не почувствуешь горе. Люди не расстаются друг с другом, если они выполняют свой долг перед друг другом. Но даже мы и не знаем, что это за долг такой. Мы не знаем, как мы можем выполнить долг, если человека со мной рядом нет. Проблема заключается в том, что многие люди рядом живут, они вместе находятся, живут рядом. Но на самом деле между ними нет близких отношений. Потому что близкие отношения — это отношения между двумя сердцами, и они живут в памяти человека. Именно память человека соединяет нас с теми, кого нет сейчас рядом с нами, и мы никогда их не увидим. Память дает возможность быть вместе, соединяет нас. И тогда человек не чувствует разлуки. Люди часто думают, что почему-то у меня нет отношений. А что ты сделал для того, чтобы эти отношения были? Для того, чтобы они были, нужно вот этим местом трудиться, сердцем. Когда у тебя чистая, светлая память от человека возникает в сердце, тогда у тебя с ним начинаются отношения. Часто люди думают, у нас общие дети, у нас общий дом, общие дела. Есть ли у нас отношения? Есть какие-то отношения, но не глубокие. Глубокие отношения находятся только в сердце. И ты можешь почувствовать глубокие отношения к человеку, почувствовать его чистоту, его душу, если ты трудишься над этим серьезно. Нужен труд, внутренний труд, понимаете? И если, допустим, мы плачем, кричим, допустим, часто вот в Бишкеке позавчера одна женщина мне говорит, Олег Геннадьевич, ну помогите мне, ну почему я не могу вот нормальные отношения с мужем строить? Я говорю, а как я вам помогу? Между вашим сердцем и его сердцем нет глубины. Вы просто не хотите эту глубину сделать. Попытайтесь его понять. Молитесь Богу, чтобы он вам дал силы почувствовать человек. В глубине. Потому что в глубине люди все очень чистые. Когда ты настоящая в человеке что-то почувствуешь, ты никогда не будешь страдать от его глупости. У меня жена что-то выкаблучивает, выкаблучивает. Ну как все женщины. Все женщины всегда одинаковые, мужчины все одинаковые. Мы все одинаковые. Но я смотрю, я смотрю сразу, как только вижу, что она начинает что-то делать, что мне боль может причинить, я смотрю сразу в глубину. Вот что этот человек отдал мне свою жизнь, она верна, она старается, заботится. Смотрю в глубину ее сердца. И все, что она, ну как бы делает колково для меня, я просто улыбаюсь. Потому что я не вижу в этом никаких каких-то ценностей, важностей. То, что в глубине у человека находится, это главное. Ну разве мы, ну что же мы, случайные прохожие, пускай немного разные, но в общем-то похожие. Обиды перемеются, случайные, недавние. Давай отбросим мелочи, давай оставим главное. Главное это чистота у человека. Вот вы сейчас во время лекции будете мне рассказывать, как вас обижает близкий человек, ответы на вопросы, когда будут. Я буду вам всегда говорить, извиняюсь, я как-то в интернет тут неожиданно вышел. Компьютер без меня. Вот. Я буду вам всем говорить о том, что хорошего и чистого в вашем близком человеке есть. А вы будете удивляться, что оказывается вот действительно так и есть вот в моем близком человеке. Вот это хорошее, вот это хорошее. А я в это время думаю вот об этом зачем. То есть нужно думать о главном, тогда все остальное, вся боль, которая между нами, она быстро решается, когда мы о главном думаем.